Ёкарный баба, и ты теперь вляпалась, как тебя доставать? Всем негодующим доброго здравия, меня по-прежнему зовут Павел Князич, как дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо, потому что сейчас я тебе всё испорчу. Ведь в этом видео нам придётся попасть в опасности. А опасность, как говорится, моё второе имя. В Райд Найт Фанке не такая уж и безопасная игруха. Ты можешь хоть сотню раз проиграть, у тебя сотню раз треснут шары, в конце концов ты можешь так психануть, что разобьёшь свой агрегат. Видишь, и психику можешь поломать, и пальцы, и компудактор, и планшет, или на чё ты там играешь во Райд Найт Фанке. И всё же это ещё цветочки. Будь ты на месте персонажей Райд Найт Фанке, ты бы понял, что такое настоящая опасность. В эту кашу вляпывались как гёфренд, так и бойфренд. К ним ещё присоединился и Пику, все эти видео у меня есть на канале, если хочешь, посмотри. Но к этой команде задниц, ищущих себе приключения, присоединяется и Кэрол. Да, та самая добренькая девчуха, которая встречается с Уитти. И даже её могучий и выносливый парень не сможет её постоянно защищать. Так уж выходит, что Кэрол тоже иногда попадает во всякие передряги. И здесь мы с тобой разберём те моменты, дружочек-пирожочек, где Кэрол попадала в опасности. Поехали! Оу, увидел неплохие наушники HyperX! Я посмотрю их, конечно, на Е-каталог. Порадовало тут наличие большого кабеля в комплекте. Удобно, когда ПК стоит далеко. Здесь же можно посмотреть цену на данные наушники. Ну и сделаем сравнение с наушниками в такую цену и даже дороже. По сравнению с другими, эта модель одна из самых свежих. Также из-за меньшего веса они будут почти не чувствоваться, да и цена относительно качества вполне себе оправдана. Перейдём в отзывы и посмотрим, что пишут. И тут они собирают положительные отзывы нашей наушнички. И если ты ищешь игровые наушники, компьютеры, комплектующие, заходи на Е-каталог. Он кста расширился и доступен теперь в Казахстане. Ссылка в описании. Кэрол в плену. Так уж вышло. Видимо, Кэрол захотелось побыть девочкой в беде. Но тут не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Мод сделан под дизайн Трики. И его четвёртая фаза, когда он размножается. И его чёрные горелые приспешники пытаются помешать тебе выиграть в этом баттле. И тут реально есть Трики. Вот он, зараза, шкалу оттягивает. Но тёмненькую подружку-то надо выручать как-то. Ну и выручать мы будем здесь, конечно, за Уити. У Вити как будто проблем нет. За ним охотится белое облако, нголовый Абдайк. Сам он человек-бомба и может взорваться в любой момент, если его раздражать. А Кэрол, между прочим, сама за себя тоже постоять может. Она у нас спортсменка в гольф играет. И я надеюсь, что у этой девки была веская причина, чтобы попасться в плен. Кстати, а кто её взял в заложники? Наверное, ты уже догадался. Против кого мы сражаемся. Это Хекс. Заражённый Хекс. По сюжету, где-то в парке или где-то на улице. Точно не указано. Уити, Кэрол. Их лучший друг Хекс. Просто гуляли. Но неожиданно наш телевизороголовый дружочек подцепляет какую-то заразу. А именно вирус коррупции. Чёрная желчь, поглощающая персонажей. Да тут прям как с грёбанным ковидом. Уже прогуляться нормально невозможно. Мало ли коррупцию подцепишь. А потом в заложники своих друзей будешь брать. Как ни крути, Хекс больной, Витя вешеный. Нгэрол связана. Ситуация не из простых. Да и сам уровень таковым не является. Потому что ты только посмотри, сколько смертельных стрелочек. В оригинальном моде стрики столько нет. А они с самого начала начинают уже тебе выстреливать. Причём ты можешь запутаться, увидеть эти стрелочки у своего противника и нажать на свою. Ну и в итоге Витя взорвётся. Так что это не просто смена скинов персонажей. Это отдельный мод со своей историей. Где лучшего друга Витька поглотила зараза. И под влиянием этого вируса он начинает творить дичь. На пару стрики. То есть трики ему помогает. Или же каким-то образом вирус сыграл на руку трики. Может быть трики как-то связан с этим вирусом? После этого мода остаётся слишком много вопросов и очень мало ответов. Поэтому всё, что нам нужно сделать, это освободить Кэрол. Странная хренатень на этом не заканчивается. И на этот раз Кэрол попадает в зомби-апокалипсис. Мод, кстати, корейский. Да и в принципе все корейские моды про зомби, как ни странно, корейские. Хоть я сам корейский не знаю, никогда не учил, диалоги перевести не могу. Но, так скажем, уже по языку тела можно догадаться, что между Витей и Кэрол происходит драма. У Витяка из глаза торчит динамит. Но динамит ли это на самом деле? Возможно, это кусочек его мозга. Потому что его тело устроено немного иначе. Сам Витя человек взрывоопасный. Поэтому его сердце и мозг находятся в одном месте, в груди. Это можно заметить на свидании Витя и Кэрол. Если в этом моде проиграешь, увидишь два сердца. Одно из них явно мозг. Потому что в башке динамит. Ну так ладно, что у нас тут происходит? Как я уже сказал, я не знаю корейский. И догадаться весьма трудно. По самому моду можно определить, что Витя стал зомби. Кэрол же выглядит немного потрепанной. То есть, либо Витя ее уже покусал. И теперь Кэрол тоже может стать зомби. Но при этом она остается со своим любимым до конца. Либо она эти раны получил где-то до встречи с Витей. Но кроме Витяка тут никого нет. Следовательно, именно он мог покусать ее. Но судя по тому, что он еще может говорить. Виктор еще не потерял разум. И Кэрол продолжает с ним общаться. И даже сейчас проявляет о нем заботу. И тем не менее, Кэрол в большой опасности. Она это осознает. Она знает, что Витя зомби. И она понимает, что может заразиться. Или умереть. Но что же еще любящий человек может сделать для своего близкого? Это остаться с ним рядом до конца. Даже в таком состоянии. Потому что вряд ли в этом мире постапокалипсис придумали какое-то лекарство. Но по крайней мере у Кэрол его под рукой нет. И сделать прививочку так просто не получится. Поэтому она выбирает погибнуть вместе со своим любимым. Темная Кэрол. Коррупция добралась и до нашей темненькой девчухи. Бойфренд и гелфренд свою дозу уже получили. Осталась Кэрол. По ее лицу заметно, что она не совсем понимает, что происходит. Почему ее друзья неожиданно почернели? Что с их лицами? Но вместо того, чтобы просто убраться отсюда, убежать, спрятаться и испугаться. Кэрол все равно остается с ними. Ну и в итоге заражается тоже. Потому что с каждым уровнем, с каждой песней болезнь все больше и больше тебя захватывает. И в конечном итоге она тебя поглощает полностью. Кэрол понимает всю пагубность ситуации и даже начинает плакать. И точно такой же сюжет повторяется и с Витей. Здесь Витя тоже подвергся этой страшной болезни. Но Кэрол остается с ним. Здесь она не так сильно напугана. Она пытается вернуть своего парня. Воззвать к его внутреннему я. Чтобы Витек смог перебороть себя. Взять и выздороветь. Ведь вирус слабак, а Витя сила. Именно так поддерживает наша черненькая подружка своего черненького друга. Но допустим она спасет хотя бы Витю. А кто спасет ее? Неужели Витя таким же способом придется вызволять своей любовью Кэрол? Кстати, здесь можно заметить небольшую отсылку. Сзади, когда проезжает поезд, отчетливо видно рожу лимона. Ох, не просто так его там показали. Далеко не просто так. Да и тем более в описании самого вируса коррупция все равно сказано, что лимон, скорее всего, и породил эту болезнь. Так что все шишки достанутся ему. Кэрол на свидании. Может показаться этот момент притянутым за уши, но попробуй поиграть за Уити. Он же с собой заберет не только Кэрол, но и весь ресторан. Да и полгорода точно снесет. Привет, Таби. Надо, наверное, на всех ресторанах и кафешках повесить табличку еще с перечернутыми Таби и Уити. Рядом с табличкой без масок не входите. Кэрол вообще, кажется, подвергает себя опасности постоянно, как только встречается с Уити. Ну, не совсем. Как я уже отмечал в этом видео, Кэрол его успокаивает и смягчает. А то, что он взорвался, это уже твоя вина. Надо было стрелочкой нажимать. Но как ни груди, такая вероятность есть. Витя может взорваться. Да и тем более их на свидании чуть обоих не грохнули. Представь, сидят они такие спокойные за столиком, обсуждают что-то, воркуют как глупкие. А сзади появляется их зловещий враг и пытается пристрелить. Но, к счастью, у него это не выходит. Опасное свидание, уже как минимум две опасности миновало. Но Кэрол у нас девчуха позитивная, даже когда она связана. Ну и где-то я это уже видел. Ну и вот теперь я понимаю, почему они так сильно с Геофренд сдружились. Они очень сильно похожи. И во время, когда пахнет жареным, не просто они сохраняют спокойствие, но и позитив, и улыбку на своем лице. Вах, какие девушки. Признавайтесь, кто у кого берет пример. Хотя у Кэрол, по-моему, выдержка намного выше, чем у Геофренд. Потому что она встречается с бомбочеловеком. Ну, как говорится, любовь это не когда приятно друг от друга, а когда приятно друг друга терпеть. Но в случае с Витьком и Кэрол это даже не приходится. Потому что у Кэрол есть свой защитник в лице Витька. А у Витька есть Кэрол, который его смягчает. Поэтому им обоим можно пожелать только удачи. Оказывается, не только Бойфренд и Геофренд могут попадать в эти странные ситуации. Ну что, ждем следующих модов с другими персонажами. А кого ты уходишь увидеть в опасности? Какого персонажа? Напиши об этом, пожалуйста, в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. И желаю вам попадать часто только в хорошей ситуации. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok